что можно сказать об игре ну во первых игру у нас можно бегать на версии которая по моему в стиме продается и в мебисофт коннекте ну последняя то есть но мы спидранеры в основном бегаем на версии 1.0 взять ее можно просто написав нам в общем в дискорд фар край кому коммунити спидран коммунити что нам дает это версия 1.0 сейчас и сейф найду только вот допустим версия 1.0 юбисофт в общем в игре очень мало гличей причем гличей настолько мало что эту игру мало кто бегает потому что спидран в обычной категории не процент занимает ну от двух часов 13 минут мировой рекорд до 20 в общем версия 1.0 если использовать миномет то юбисофт забыла при перемещении с общем как бы так сказать чтобы было точно в общем в игре мы можем направлять миномет очень вправо влево двигаться с помощью мышки но версия 1.0 привязка координатам я так понимаю в общем ее нету и м коте мы двигаемся вокруг своей точки но можем сделать вот так вот то есть с помощью миномета мы можем клипаться сквозь некоторые стенки собственно из-за этого мы и бегаем на версии 1.0 это используется всего в нескольких местах потому что хоть вся игра и состоит из набора квестов по типу убить кого-то там взорвать чего-то но иногда нпс которые дают нам эти задания они просто не прогружаются то есть использовать это не везде можно так перед тем как мы начнем собственно говоря идти по маршруту стоит упомянуть еще по одну такую фичу называемую рекорд плейбэк на спидранкоме у нас версия и не процент разделена на с использованием рекординг плейбэка и без него и в чем же отличие в общем рекординг плейбэк это такая фича которую придумала юбисофт как она себя позиционировала я конечно те времена не застал ну и не играл естественно фаркрей 2 в те времена но насколько я понимаю это позиционировалась как мол вы можете записывать свои ролики на движке игры в общем то с чем прекрасно справляется у нас допустим фрапс или бандикам что же делает рекординг плейбэк включить его можно с помощью так сейчас помню controls с помощью настраиваемой клавиши для более удобного использования я переназначил кнопку использования на среднюю кнопку мыши очень включая рекординг плейбэк игра буферизирует некоторые кадры и сохраняет их в папке бенчмарков то есть вот сейчас допустим я записывал какой-то геймплей там записал отжал кнопку ну вернее выключил рекординг плейбэк все вот это что я сейчас совершил сохранилось в папку где хранятся бенчмарки и с помощью в общем утилиты в папке игры мы можем это проигрывать но но так как кадра то буферизируются какие-то пропускаются мы ускоряем просто игру в несколько раз при этом сохраняя счетчик fps на одном и том же значении управлять допустим машинами в рекординг плейбэк довольно сложно то есть допустим у меня спидран с рекординг плейбэком занял час 37 это на час быстрее чем просто без него но мягко скажу полтора часа трястись по аттракционом ускоренном времени это такое себе удовольствие в общем вот так перед началом спидранов стоит сказать что игра у нас старенькая поэтому она у нас не адекватно реагирует на ваши большую герцовку мониторов при этом также неадекватно реагирует на большое количество fps опять же то есть по правилам мы перед началом спидрана должны ввести команду шоу fps 1 так мы включаем внутри игровой счетчик fps of и так игра так как я уже сказал игра у нас старая мы должны также ввести команду gfx max fps 1 max fps 59 это у нас ограничивает количество fps до 59 потому что если играть в общем спидранить в пальцами больше чем 60 большим или равным чем 60 то хитбокс у врагов ведут себя неадекватно и пули могут просто полетать сквозь хитбоксы в общем команды можно посмотреть с помощью команды help и знака вопроса здесь они представлено много команд на основном это у нас настройки графики впрочем они большинство по моему запрещено в правилах то есть максимум что можно сделать это включить счетчик fps и ограничить количество fps так как спидран у нас занимает много времени в общем я наделал сейвов мы просто пройдемся по маршруту моему маршруту которая собственно даже не заработал разработал это много громкое слово очень маршрут по которому бегаю я и расскажу про маршрут в р-холдера то есть того кому принадлежит мировой рекорд так ну какие-то миссии какие-то участки я буду проходить целиком какие-то буду загружать с помощью сейвов потому что езды очень много бэктрекинг здесь очень большой так но игра у нас состоит из четырех актов то есть первый акт это у нас как пролог то есть тренировка но в принципе давайте начнем вообще если казуально казуально проходить игру то мы стартуем выбираем нашего персонажа выбор персонажа у нас вообще ни на что не влияет то есть мы можем играть хоть за марте хоть за не помню в общем байкер был еще индус какой-то в общем за любого персонажа это ни на что не влияет в спидранах мы можем воспользоваться сэйвом и давайте наверно стартанем сэйв можно и даже нужно сделать сразу после долгой катсцены просто загружай ну после того как катсцена закончилась просто видите вот надпись пресс обучение передвижению делайте квик сэйв и собственно вот он сэйв готов можете с него теперь делайте спидран так ну здесь ничего особо мудрого выходим из отеля нас привез сюда таксист вроде как за наемника играем здесь что нам важно подбираем две гранаты и переходим на левую часть чем от выхода из этого отеля что нам это позволяет еще у нас существует несколько маршрутов допустим вот по этому маршруту бегаем я и в эрхолдер то есть мы существует некий выбор то есть в скажем так стране где мы находимся гражданская война существует две фракции и pr и ее флл в общем одни у нас в общем косплеит коммунистов другие косплеит ну наверно можно сказать наемников каком-то более глобальном смысле в общем нам нужно попасть на я еще не сказал от выхода в какую сторону мы уходим от выхода из отеля от этого зависит куда нас закинет допустим если уйти влево то у нас закинет в стартовую локацию с очень ю флл если направо то в локацию где в общем нас спасут в кавычках в общем фанца и пиа слушаем там обучаемся разным штукам типа как себя хилить то есть здесь нас обучает можно делать мэйн цивы но намного быстрее допустим сейваться сейвы делать с помощью квик сейва и допустим просто зайти в меню сделать и здесь сделать новый сейв так также что можно сказать еще в игре можно у нас ну во первых в обучении очень много всплывающих окон будет это нормальное с этим стоит смириться обязательно собираем все оружие которое нам здесь дают в общем в игре можно пропускать квик севым квиклоудом диалоги и пися но в этом есть подводные камни первый подводные камень это то что игра не оптимизированная и на моем м2 накопители как сейв квиклоуд занимает очень много времени второй подводный камень состоит в том что на версии 1.0 враги между загрузками даже в локации где у нас вроде как перемирие и никто нас не может атаковать враги могут ну даже не враги а просто союзники просто могут взять и согреться на нас без причины это фиксится либо еще большим количеством квик сейвов либо загрузкой как мне сказал я холдер то есть несколько раз загрузиться на сделанный сейв до того как на нас согрелись но у меня это не работает так а главное забыл сказать забыл сказать перед тем как очень после установки версии 1.0 обязательно нужно скачать какую-нибудь по программу по дампингу рам памяти что это нам дает версия 1.0 quicksave ну quicksave со временем занимают больше памяти чем на то рассчитано игрой чтобы и в определенный момент игра у нас может просто начать крашиться через каждые пять минут фиксится это как раз дампингом рам памяти я использую по моему мэму сейчас это же сверну игру посмотрю специально мэм редукт программы достаточно просто перед запуском игры один раз погнать дампинг памяти ну очистку памяти это нам позволяет избавиться от всех вылетов но большинства вылетов в общем тут в туториале нас обучают разным управлению с карты карты здесь довольно интересно выполнено и даже на я бы сказал очень информативная то есть нас также обучают механики починки автомобилей всяких чинить автомобили мы будем очень много кстати звонить на телефон нам тоже будет очень будут очень много кстати с помощью опять рекординг плейбэк можно абсолютно все это действовал ускорить во много раз но я думаю вам будет довольно сложно усидеть скажем так на этом аттракционе поэтому я буду по минимуму ей пользоваться в общем также у нас направление основной миссии большинстве случаев мы будем ездить на красные маркеры это у нас обозначение основной миссии также можно увидеть по обозначением на общем с указателя куда нам нужно ехать в игре очень много поездок я их потом после обучения буду скипать сейчас допустим эти наверно проедем вы прочувствуете всю атмосферу этой очень очень жизнерадостной пустыни скажем так в игре очень много всяких камней всяких деревьев в общем тут нас обучают ну как обучают просят разобраться с некоторыми персонажами вражеской фракции назовем так и обучают механики сейфхаузов тут мы можем пропустить время либо сохраниться либо еще что-то сделать в общем единственное что для спидрана нужно знать что здесь желательно подобрать вот этих двух чуваков каранаты они нам понадобятся дальше но это не особо то и критично в принципе можно и здесь взять очень тут нас обучают как можно пропускать время тут убираем время мы ложимся спать но это можно скипнуть просто нажав escape клавишу и двигаемся дальше звонить нам будут после каждой миссии просто свыкнетесь это это неизбежно очень единственное что стоит сказать по поводу всяких вот поездок это то что можно попытаться скипнуть весь путь через какие-то ответвления но это скажем так довольно рисковое занятие мы потому что можно просто застарять в каких-то камнях здесь нас требуют отметить очень знакомятся вроде как биноклем но это труба подзора на дальномер наверно чем тут надо отметить у нас две аптечки они у нас вернее нужно отметить одну но их тут две так что можно скажем так выбрать либо дальнюю отмечать либо поближе я всегда отмечаю дальнюю и обязательно нужно добежать до примерно вот этого конца чтобы с камня чтобы сработал триггер и нам опять позвонили по телефону в общем опять нам звонят там говорят что нужно было освободить на общем одного чувака тут у нас в игре есть всякие механика по напарником напарники у нас в некоторых случаях может могут спасти если допустим у нас закончилось хп либо помочь с зачисткой всяких локаций на этот мы этим пользоваться не будем я надеюсь меня никто не убьет освобождать мы будем по-моему всего трех человек нужно для продвижения по сюжету и чтоб меня фанаты не закидали по-моему для увеличить но это увеличение репутации учение репутации помогает позволяет купить разные оружие и получить доступ к миссиям очень освобождаем нашего чувака и двигаемся влево тут у нас так как скорее всего у нас задамажили эту машину то мы и пользоваться не сможем и разворачивая ее мы просто потеряем время берем этот джип и едем за пределы локации в общем полу у нас малярия и иногда у нас персонаж будет ловить такие вот приступы спецэффектов скажем так и намного быстрее будет выйти за зону тренировочные локации и просто подождать за ее пределами чтобы с помощью катсцены переместись персонажу который выдаст нам следующую миссию очень я бы я даже не буду рассказывать кто есть кто здесь здесь много интриг расследований потому что дело в том что никто из этих персонажей с которыми мы будем общаться просто не доживет до конца ну кроме чувака я на нем сделаю акцент в общем ждем пока этот персонаж проговорит можно использовать рекорд плейбэк это хоть и ускоряет у нас все диалоги но есть шанс что триггер просто не сработает потому что он у нас завязан на скорее всего анимациях после того как он договорит ну и вообще любой персонаж договорит нужно хотя бы секунды 23 подождать ну если триггер не сработает но напишет что у нас миссия вот допустим object updated то вы узнаете просто что триггер не сработал следующую миссию куда вы поедете у вас просто не погрузится персонажа с которыми вам нужно либо поговорить либо убить тут мы берем единственный раз за весь спидран забыл как по-русски то ну короче даймонда берем у нас это вроде как валюта но то что нам будут давать за миссию нам вполне хватит для всех закупок ну еще останется в будущем в принципе обучение у нас еще продолжается едем до следующие важную локации следующая важная локация это у нас бар в баре у нас вроде как по лору собираются все наемники которые при прибыли в эту страну вот кстати сейчас было обучающее сообщение о том что зонах где наверно плохо видно в общем на карте в зонах где желтая зона показана в городах там действует перемирие и вроде как не вас не будут таковать не враждующие стороны но все дело в том что на версии 1.0 если много использовать в эксейф клуб вот то и шанс что на вас просто согреться весь город без причин то есть довольно спорное заявление о перемирии ну ладно чем тут можно сохранить сократить и сократить небольшой путь потому что мы в эту локацию будем раза по моему четыре приезжать тут у нас в общем трамплинчик который сокращает в общем замедляет нас поэтому мы просто объезжаем по боку просачиваемся сквозь деревья в общем едем в следующую обучающую локацию тут нам нужно зайти в магазин и купить оружие то есть нас знакомятся магазинчиком магазинам мы пользуются будем всего два или три раза это зависит от маршрута здесь мы покупаем g3 и я 4 винтовку в общем можете конечно купить дробовик но пользы от него скажем никакой не будет то есть нам главное просто купить какое-либо оружие здесь кстати можно забрать аптечки при этом если у вас допустим не полная хп и нехватка шприцов с хилками то если мы берем хилки из этого ящика то у нас также восстанавливается хп это довольно полезно но за спидран может раз два используется чем здесь обязательно нам нужно взять оружие которое мы купили и и так же здесь можно в принципе взять и гранаты если у нас минимум двух гранат нету это нам следующих миссиях пригодится и в общем патроны собрать коктейли молотова нам не нужны этим пользоваться вообще не нужно то есть спидране это необязательно в общем следующим образом следующим ходом мы заходим в бар здесь нам очень знакомятся напарниками очень разными и с доктором рубином так как у нас вроде как мы малярия нам нужно раздобыть лекарства он нам с этим и поможет то есть всю игру мы пытаемся сначала либо раздобыть лекарства от малярии либо потом просто убраться из этой страны так как первоначальная миссия в общем у нас пол первоначальная миссия было найти на наемника найти торговца оружием шакала мы позже его встретим и убить его так как он спонсирует обе стороны конфликта и вроде как дестабилизирует остановку обстановку в этой стране получается в общем здесь можно сделать quick save и quick load нам нужно обязательно поговорить с двумя этими напарниками это у нас проскипать не как нельзя единственно вот с помощью quick save и quick load сократить их монологи получается игра у нас заскриптованная уже в 2008 году ubisoft встала на темную сторону силы начала делать полностью заскриптованные игры единственное что она еще не пала на темную сторону это оставила возможно сделать целый но с фаркрай 3 эту возможность она уже уберет так что не все так однозначно очень здесь да здесь можно легко врезаться игра у нас довольно узкие пространства в которых можно врезаться в любой камень в любой кустик кусты здесь некоторые тоже останавливают и в общем мы двигаемся церкви там нужно поговорить как бы сказать чтоб не обидеть в общем проповедник наверное он нам должен дать в общем лигарство и на ознакомиться с возможностью выполнять миссии по очень миссии с у обычных граждан скажем так то есть это не об миссии и пиарни и миссии но миссии обычных граждан то есть мы этим пользоваться по моему все один раз будем этот из-за невозможности пройти по основным квестом так что это не столь важно собственно выходим из церкви и у нас закончилось обучение дальше у нас набор миссии которые я буду наверное почти вплоть до конца миссии скипать загрузкой до конца маршрута буду загружать загрузками но естественно не все из этого так как допустим первые две миссии я пройду покажу что это очень утомительное занятие раут у нас какой состоит у нас на выбор дается как я уже сказал две фракции это и пиар и и уфл но в данном случае так как мы выходя из первоначальной локации оказались на стороне и фл то нам дали миссию в общем если сравнить маршруты лук дука и лук дука мой и макердона макердона это у нас первые три места то различия большие в том что допустим у макердона он бегал по другому рану пока его за не забанили но я этого вам не говорил он там типа ну хороший человек оставим эту тему в общем он бегает по другому рауту и у него миссии ним идут немного в другом порядке либо за место каких-то миссии идут те же миссии допустим с уничтожением какого-нибудь генератора но в другой локации то есть ехать в другую сторону нужно ну в общем у нас по маршруту нужно взять первом акте одну миссию миссию улл потом 3 миссии у айпер и опять 3 миссию улл это наиболее быстро и по сетапам и по прохождению миссии так что собственно поэтому мы их и берем все миссии разделяются на два плана либо нам нужно кого-то убить либо что-то взорвать такс ну собственно берем миссию мы всегда одинаково заходим в домик с представительством какой-либо фракции и берем документы они нам дают задаток и мы выходим из здания и либо by идем до ближайшей автобусной остановки это у нас вроде как хочу сказать телепорт но квиктрайл вспомнил он английское название в общем это у нас квиктрайл миссии у нас в общем двигаемся мы по точкам квиктрайл они всегда статичны указывают на всегда одни и те же места то есть это дальше у нас юбисерд сделают возможность телепортироваться на какие-либо ну да варпы правильно так сказал в общем телепортироваться на какие-либо освобожденные аванпосты но это ладно что стоит сказать про про варп если вы заметили после того как я активировал короче я буду называть это быстрым переносом я сделал looks like quick load и после того как у меня загрузочный экран пропал и появилась черная в общем область я сделал еще один quick load что это нам дает это у нас скипает в общем анимацию ну как анимацию в общем ладно сейчас покажу в общем активировав варп мы ждем некоторое время нас кидает на одну загрузку после этого нам предлагают а ну сейчас еще не загрузилось это конечно игра 2008 года на м2 накопители конечно загружается очень быстро это был сарказм но в общем после этого нам дается вот такое окошко которое нужно еще проскипать умудриться скажем так так то есть занимает очень много времени это можно избежать просто сделав несколько раз quick save quick load но при этом я как в общем я немного подождал время после первой загрузки пока у нас не проигрался триггер со звуком наверно ну в общем автобус вот сейчас он был как автобус проезжает наверное на дороге это у нас если сделать quick save quick load после уже путаться начал в общем если сделать quick save quick load до этого звука то мы просто ничего не скипнем и будем ждать еще некоторое время ладно это я буду здесь надолго еще для сточить давайте все-таки на миссию пойдем чем отличается раут мой и раут логдока логдока это у нас вархолдер в общем вархолдер едет немного правее там становится в поле и с помощью одних ему известных ориентиров стреляет из гранатомета примерно куда-то в ту сторону что нам нужно сделать по миссии там стоит у нас машина ее нужно уничтожить сделать это можно с помощью гранатомета либо гранат но легче всего с гранатомета у каждого оружия здесь в игре присутствует баллистика если допустим я вот стрельну сейчас с гранатомета в общем у нас спустя какое-то время снаряд летит и по баллистике падает в общем с помощью каких-то одних известных логдока ориентиров потому что это уже чистой воды пиксель хантинг он этим пиксель хантингом занимается почти во всех миссиях но ладно я расскажу наверно об этом позже в общем он использует баллистику во многих миссиях становится где-то примерно рядом с корректней выразиться то в общем зоной где начинается прогрузка нужных для миссии предметов стреляет из либо гранатомета либо еще каких-либо вещей о них я позже расскажу и взрывает либо убивает нужных персонажей там нужны вещи но я бегаю по старому рауту то есть мы едем на машине до этого места здесь мы обычно я делаю сейф потому что случится может все что угодно это Far Cry 2 NPC себя ведут здесь непредсказуемо целимся вон в ту машину стреляем из гранатомета миссия закончена возвращаемся назад на автобусную остановку каждая миссия у нас состоит из того что мы делаем что нам нужно и возвращаемся назад стоит сказать по поводу вот этих вот как сказал макердон макак на автомобилях на пикапах в общем как бы быстро вы не ехали как бы быстро вы не использовали на он выжил в общем они еще очень уже лучше поэтому легче нужнее делать еще контрольный в голову но это ладно в общем как бы быстро вы не ехали даже если у против у преследующего у вас стран ясно если даже у у преследующего у вас в транспорт это дымится двигатель дымится двигатель черным дымом что означает что он едет очень-очень медленно причем едет едет медленно он только у вас но не у противника то есть противники всегда едут с одинаковой скоростью на превышающей скорость вашей машины и они догоняют вас в 90 процентов случаях это очень выбешивает из-за этого много цветов происходит поэтому легче всего перед началом забега просто запастись успокоительным враги стреляют очень метко с плохих автоматов они могут попасть вас довольно с далекого расстояния так что хп-шку терять вы будете ощутимо но поначалу это не так заметно в общем следующую миссию мы берем APR фракция также тут у нас есть механика которая вроде как предназначена очень очень не предназначена а видимость того что создает видимость того что этот мир населен не тупыми болванчиками наверное не знаю в общем на карте вы можете видеть красная зона в городе вот вот если вы войдете в эту красную зону и не успеете пройти через нее если вас видит какой-либо из вот этих вот npc ладно зову их так это еще мягко сказано в общем если они вас увидят то просто сагрится и на вас будут бесконечно спавниться в городе противники пока либо вас не убьют и вы последний сейф не загрузите либо пока не убежите из города и по таймеру у вас не падает не падет погоня так следующая миссия нам нужно напасть на конвой это единственная миссия за спидранг где у нас цель будет ехать в конвоя то есть она у нас не статично стоит на месте а передвигается по карте поэтому сейчас лучше сделать сейф и не терять время время то есть сейчас мы будем бежать к тому месту где у нас со стопроцентной вероятностью и быстрее всего мы пересечемся с конвоем этим как всегда нам будут звонить по мобильнику чтобы не терять на это время нам достаточно просто не отвечать на мобилу и ответить только сев какой-либо транспорт в общем садимся на лодку с помощью рекординг плейбака я немного ускорил наше передвижение то есть сейчас мы двигаемся просто к наиболее близкому пересечению с нашей целью где же опять делаем quick save тут главное у нас оставить лодку в том положении чтобы мы могли наиболее быстро сесть ее назад в нее назад так как в город нам придется возвращаться на ней же а я забыл еще перезарядить рандомет в общем тут у нас едет три машины два пикапа и один джип нам нужен джип стреляем в него миссия выполнена возвращаемся на лодку и тем же путем как мы сюда пришли едем в город но у меня сделан сейф поэтому мы просто тп шнемся скажем так по временной линии немного вперед еще бы вспомнить правда какой сейф вот этот по моему так следующая миссия у нас опять на берем и пиар то есть вот мы взяли просто на той же лодке на котором отсюда выехали доехали сюда и пристыковались к пирсу так ладно я чё-то раут начал забыжать забывать но это нормальное состояние у меня иногда панические атаки тут происходит здесь кстати может стоять один из противников он нас может проблочить а так как это зона где нам находиться вроде как запрещено то можно потерять много времени уходя от погони поэтому легче всего перед тем как вернуться в город просто сделать кук сейф в общем заходим берем следующую миссию всех этих персонажей мы убьем поэтому смысла знакомиться с ними я не вижу что кого-то убьем позже кого-то раньше но все бывает так на следующую миссию нам нужно бежать на автобусную остановку и налево я сейчас добегу просто покажу какое нужно использовать варп в общем нам нужно именно вот это автобусная остановка она нас но если кто не понял еще зеленым маркером отмечено то место где мы сейчас находимся красным то куда нас телепорт нет чем нам нужно туда при выходе из автобуса остановки мы берем баги баги у нас рядом расположена и едем до так 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 ох 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 уже 50 минут я тут разглагольствую наверное ускоряться а то я чувствую я так до конца наверно не дойду в общем чё в общем с крайнего левого левого автобусной остановки едем примерно то вот этого места здесь у нас расположен вот этот столб здесь мы доезжаем до первое второе до вот этого подъема здесь у нас лук док становиться примерно вот в такую позицию какую-то выбирает как-то вот так стреляет и у нас там находится цистерна которую нам нужно взорвать но я немного не привык действовать слепую поэтому в своем маршруте я поднимаюсь наверх целюсь по нижней самой нижней риски прицела по вот этому по крыше вот этого здания примерно в ту сторону а кстати в игре есть механика клина оружия наверное так можем назвать то есть оно может иногда либо осечки срабатывать либо еще что в общем целимся стреляем и миссия выполнена едем назад к той же автобусной остановке откуда мы пришли так чё дальше чё дальше так чтобы весь бэктрекинг этот не воспроизводить я опять воспользуюсь сейвом или не воспользуюсь нет не воспользуюсь у меня с его нету так что едем мы пожалуй просто до той автобусной остановки как прям в спидеране то есть кстати здесь можно чтобы на аванпосты не въезжать можно их просто по пулю объезжать в общем едем езды будет много ехать мы будем сломали двигатель вот кстати из таких случаев у нас и много тут тельта в спидеранах еще и происходит что произошло вот эти макаки которые маскируются под противников на своем вот этом тарантасе просто взяли и задавили меня здесь в игре нпс очень агрессивные но противники именно они нас очень любят давить давить будут самоотверженно так что всегда перед выходом из тачки лучше сохраняться в общем едем по полям полям по горам так 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 кстати здесь можно немного при езде на транспорте скипнуть анимацию выхода из машины вернее как скипнуть но ускорить для этого нам нужна определенная скорость транспорта и нам нужно спамить кнопку выхода из тачки мы немного быстрее вышли из нее чем просто если остановимся и будем выходить так последнюю миссию мы в первом акте выполняем холл так 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 бежим 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 чем чтобы не ошибиться кроме тех моментов когда у нас развилка между выбором двух фракций у нас в общем миссии отображены восклицательным таким трюк треугольничком с восклицательным знаком то есть если у вас не отображается сразу возможность взять две миссии у двух фракций то идете на ту на тот указатель где у вас восклицательный знак но вы не ошибетесь чем берем миссию тут у нас нужно уничтожить компрессор идем мы на так стоп 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 ой я мог кстати сейф загрузить я перепутал в общем тут нам не нужно использовать автобусную остановку мы идем до машины садимся в нее и едем едем прямо просто едем прямо опять отвечаем на звонки коллекторы звонят мы денег задолжали наверное я не знаю персонаж тоже не знает потому что мы отменяем все это кстати вот нам уже задамажили машину а ради этой миссии мы кстати и брали гранаты в начале тут главное про протащить именно вот эту машину без пулемета до приехали еще приехали в общем нам нужно протащить машину без пулемета до места собственно где нам нужно уничтожить вроде компрессор там какой-то что нам это дает в общем во первых тут нужно задавить вот этого человека хоть мы его и задавим но после того как мы взорвем компрессор здесь исполнится еще один если мы оставим вот здесь машину с пулеметом то он просто возьмет эту машину с пулеметом и будет осложнять нам жизнь в общем тут мы едем слева по всем этим колдобинам становимся машину примерно таким образом она нам понадобится мы на ней уезжать будем назад и прыгаем на вот этот вот остов автобуса кидаем гранаты нужно двумя гранатами попасть внутрь миссия выполнена отсюда выкинуть гранаты через через вот эту фигню можно но скажем так в игре очень хреново сделаны коллизии и игра может подойти и подумать что там есть невидимая стенка и эта граната может улететь либо в вас либо в общем не туда куда нужно так что я бы не рисковал и пиксель хаттингом еще одним заниматься не хотел но в принципе на вашем месте могли бы вы это и сделать типа ну да ладно так опять нам машину испортили кстати если врагов поблизости нет анимацию починки машины мы можем отменить просто использовав второй раз кнопку действия ну да едем до вот этой локации тут нам единственный раз за весь первый за первый весь первый акт нужно спасти компаньона повысив этим репутацию у фракций и едем в общем едем дальше в город на следующую миссию я по-моему с их сделал да так 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 20 17 вот этот вот загружаемся берем с ну вы конечно если будете делать спидран не загружаетесь просто едете в город берете опять миссию и у фл да 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 пускай сейчас будет самая противная миссия в первом акте нам нужно попасть в оазис там у нас вроде как нашли слитки с золотом и нам нужно именно найти координаты где они лежат и каким-то образом с помощью кнопочного телефона отправить эти координаты бойцам ю фл бежим до автобусной остановки и телепортируемся на в общем сюда а из-за чего именно эта миссия самая противная хотя ладно не самая одна из самых скажем так так во первых играя у нас очень темная здесь просто в таких вот барханах пустынных не видно куда мы будем ехать машину можно перевернуть так как граница между границу скажем так возвышенности довольно сложно выловить в общем едем до оазиса тут нам главное оставить машину так чтобы противники не смогли задамажить ее раньше чем прибежим назад до нее и поедем опять до автобусной остановки здесь много очень бэктрекинга здесь игнорируем всех противников и бежим вот в эту дырку отмечаем координаты золота миссия закончена садимся в машину едем до остановки берем следующую вот вся миссия так но я тп шнусь дальше потому что возвращаться назад это только тратить время ваше и мое так дальше у нас двадцать двадцать три а а что нужно знать про эту миссию тут мы перед тем в общем нам нужно взорвать какую-то в теплицу в теплице нам нужно до того как мы туда доедем нам нужно подобрать гранейт лаунчер гранейт лаунчер в сталкере он назывался по-моему бульдогом тут я не знаю как мгл по-моему 140 в общем ладно телепортируемся на ту же локацию где мы брали первую миссию по Mind в первом акте и едем до ммм сейф кэмпа по-моему так он по-английски называется в общем едем до м места где наш герой может отдохнуть скажем так В общем, там у нас, по-моему, единственный во всей игре лежит гранатомёт халявный. Вообще, эту миссию можно завершить и с гранатомётом, с РПГшкой, но, во-первых, у нас с наилучшим раскладом после всех миссий останется максимум один патрон, нам его не хватит. А во-вторых, высок шанс, что этот же оставшийся патрон просто заклинит в РПГшке. Так что мы бежим до вот этого сейф-кэмпа, берём... Ну, сейчас. Берём, значит, гранатомёт. Он находится у нас внутри. Сберём его вместо автомата, так что, возможно, курьёзный случай в том, что, если на нас нападут противники, мы достанем вроде как автомат и подорвём себя и противников вместе с нами. Ладно, здесь главное не заехать вот в эту лодку. Если на машине мы в ней застрянем, то это либо ресет, либо перезагрузка чекпоинта. Но я всегда перед тем, как уехать, вот, сейф-кэмпа делаю здесь сейф. В общем, едем... Вот, именно в это место. Ладно, я назад ехать, скорее всего, не буду. У меня сейф есть на следующую миссию. В общем, что мы делаем? Забираемся наверх, отсюда. По рауту лукдока мы можем остановиться вот здесь. Здесь в игре довольно криво работают коллизии. И если опять найти определённый пиксель и выстрелить, то мы можем задамажить... В общем, что там нам нужно-то уничтожить? Помпы какие-то. В общем, мы можем задамажить помпы через стену. Но я слишком ленив и мне в своё время дороже, так что я просто чуть-чуть бегу вперёд. Стреляю, всё, миссия выполнена. Опять садимся на машину, едем назад и едем в город. Берём последнюю миссию в первом акте у UFL. Так, 20.43. Стоп, 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 стоп. А, ну, хоть... По-моему, я просто сейф сделал чуть-чуть подальше. 20.48. Что у нас тут? в общем чё я хотел сделать в общем взять миссию и ехать на машине до нужного нам место но это очень долго и говорю серьезно там минут 10 если без рекорд плейбэка так что давайте просто ты пишешь сюда в общем после сбора миссию последний в первом акте и флл мы телепортируемся до крайней правой автобусной остановки берем там машину вот эту и едем до вот этой вот локации тут у нас в общем два скипа будет небольших скажем так собственно для чего во первых мы брали гранатомет чел а ну ладно сейчас кокси сделано это даже лучше что он задамаживает пробу показать одну фичу в общем этих противниках можно и вообще не трогать они нам особо не нужны хорош чел так ладно сейчас их просто проигнорирую в общем бежим до вот этого места становимся значит на вот эту скалу ставим гранатомет там он стоит цель которую нам нужно убить мы можем просто с помощью гранатомета выстрелить в окно ну естественно она умрет чем чем хотел показать в игре можно в общем если у нас мало хп мы падаем с большой высоты и получаем домах в приди если в определенный фрейм сделать куксей но мне не получилось давайте ладно еще раз покажу это чем если в определенный фрейм сделать куксей в куклот мы сможем избежать дамага вот падение полностью это довольно сложно повторить ну вот допустим вот сейчас я сдамажил не задамажил себя при падении то есть это довольно удобная фича на на за спидран раз-два пригодится то есть сейчас и самом конце собственно чё дальше дальше нам убив эту цель мы нам звонит рубин и говорит так мол и так типа приезжай в бар где мы виделись то есть миссии нам больше не дадут потому что это финальный акт финальная миссия первого акта была и собственно мы садимся на падаем сверху садимся в джип он где-то в общем он стоит садимся в джип едем на ту же автобусную остановку откуда мы приехали вон она в правом углу и т.п. 6 до города такс так понятно хорош сейф я сделал ну ладно так в общем ты пришимся в город вернее не так нам звонит робин говорит что нам нужно встретиться и в общем он нам должен сообщить важную информацию об он это у нас журналист он у нас чем жители этой страны и очень пытается хоть как-то пролить правду на гражданскую войну что это не местечковый конфликт и все такое но да ладно ему в принципе никто потом не поверит но это спойлер в общем берем машину и едем в локацию где мы обучались отмечать какие-то цели на карте и пользоваться биноклем короче здесь опять можно сократить сократить путь если не застрять чем доезжаем до рубина он у нас он у нас находится в здании где мы если помните спасали самого первого нашего напарника двери здесь до сих пор открыто он тут продолжает что-то говорить здесь мы можем пополнить хилки здесь можно использовать рекординг плейбэк но либо короче куэксей в квиклоуд чтобы скипнуть все его диалоги он говорить будет много собственно остается только смириться естественно единственное если использовать рекординг плейбэк нужно после того как он договорит подождать некоторое время чтобы триггер сработал почему нам говорит что там на кого мы работали то на юфл по моему последнее время очень они сейчас напали на наших компаньонов которые мы спасли там короче их зажали в баре и типа либо мы идем к ним спасаем либо идем в город так как там другая фракция в общем начала захватывать тот город короче без перемирия но в общем это нам не нужно мы едем спасать наших ну как спасать в общем едем нашим друзьям здесь главное сделать сейф как можно дальше вот собственно того места куда нам нужно приехать нужно нам приехать бар враги здесь очень больно дамажит при поэтому если нас убили то загружаем сейф повторяю при этом если мы сделали сейф слишком близко то если мы будем использовать здесь рекординг плейбэк у нас залагает игра мы словим софт лог и вот после этого действия наши друзья будут тупить здесь нам нужно очень кинуть под себя грены убить наших друзей это позволяет нам скипнуть эпичную защиту от набегающих волн противников когда типа они убивают наших компаньонов один за одним там ну короче вот это все в общем тут мы смотрим не скиплана к цену хотя с помощью рекординг плейбэк ее можно ускорить доходим до здания смотрим еще одну по цену я ее скипну она даже с рекординг плейбэком долгое и мы переходим во второй акт кстати довольно интересно что после к цены в общем нам там нас ранили и типа кинули фляжку с водой чтобы мы типа себя подхилили и в общем если мы пользуемся рекординг плейбэком то мы хоть и сможем управлять нашим персонажем но какое-то время еще будет проигрываться анимация что мы встаем с вот этого лежанки получается то есть мы лежали на вот это лежанки такие встаем ну ладно короче ты уже сговорился тут нам что нужно взять обязательно нужно взять миномет и автомат калашникова еще можно хилки взять на это так не критично чем садимся в машину и сейчас будет небольшой там и там скип в общем у нас первый марта шот будет происходить он возможен у нас на всех версиях этой игры прекрасный чё нам нужно сделать там короче на маркере стоит значит персонаж которого нам нужно убить он у нас стоит на автобусе стоит на открытом пространстве и типа через громкоговоритель агитирует бойцов вступить в что-то у нас был то по-моему и pr в общем мы доезжаем до с крайнего нижнего левого угла локации получается доезжаем до вот этого места то есть мы приедем вон оттуда оттуда едем по прямой до пересечения вот этой тропинки и вот этого первого дерева тут короче чё нужно сделать сетап какой ставимся в этот кустик локдок использует другой сетап он опять садится как то вот так использует там свои какие-то непонятные пиксель 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 хантинг на это ладно это короче стабильная острота какая в общем останусь примерно вот так чтобы у нас вот эта веточка была от левого положения экрана том целимся на пересечение вот этих двух веточек садимся достаем миномет обязательно переключаемся на боевые патроны ты сейчас у нас в левом углу нижнем снаряд такой голубенький это у нас маркер он просто дымовая тифлюшка будет там гореть с красным маркером это у нас боевые то есть достаем боевой и просто стреляя прицел у нас максимально далеко насколько можно то есть по рискам это ну можно даже ничего не делать то есть максимально далекий то есть так самое последнее получается собственно вот все чё нам нужно делать так давайте нас назад нам нужно чем я поеду так вот просто сэйф не сделал чем едем на следующую миссию следующую миссию мы берем помог его и пиар в общем тут вообще в игре две локации две карты то есть это первое сейчас мы будем двигаться на вторую в первой локации здесь у нас всего один город где типа действуют перемирия во второй локации будет 2 и нам нужен второй здесь лучше всего сделать коек сейф игра здесь иногда вылетает при переходе на следующую локацию так вообще мы заспавнились на второй локации нам нужно поехать на маркер быстрее всего это сделать сократив путь вот где у нас в левом верхнем углу карты автобусная остановка находится то есть нам сейчас просто нужно сократить немного пути поехать по очень барханом чем сюда и выходе дорогу если мы довольно долго пробудем за пределами карты если кто не понял вот здесь уже начинаются пределы карты то нас просто откинет на последнюю точку где у нас персонаж был здесь всегда стоит два чела с автомобиля их можно убить забрать их машину если у нас это задамажилось чем едем дальше и проезжаем через вот это ущелье и заезжаем на в общем в город и это делать не буду это опять долго там камней много заострять можно очень легко скажем так 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 вот он в общем тут мы будем применять то из-за чего у нас взят из-за версии 1.0 мы используем клип сквозь стену с помощью миномета тут у нас как только мы пересекли эту стену зацепляем триггер и наш чувак начинает рассказывать следующую миссию это время мы можем заниматься абсолютно чем угодно тут приехали на машине можем ее значит развернуть взять гранаты там патроны починить машину даже успеем это все назад мы возвращаемся точно также кстати оружие у нас остается если мы клипнуть сквозь двери без использования хроник у нас уже остается в руках то есть мы можем сделать вот так это персонажа ничего не сделает но в общем враги персонажи все собраться он продолжает говорить мы берем миссию на сопровождении так 27 я по моему кстати а блин зря это сделал так как с его я не взял или взял стоп 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 ребятки на жалко что кстати здесь и вы нельзя именовать да я сделал сейф в общем мы сразу можем тп шутся на автобусную остановку после того как вот этот персонаж которого я неосмотрительно атаковал в общем после того как мы взяли миссию мы едем опять вот эту автобусную остановку и ты пришелся в основной город но просто типа на автобус на 100 остановку по центру локации тут будет единственная у нас миссия по сопровождению юбисофт по-моему начиная с кстати блин не фаркай первый делал край так ну в общем юбисофт они в каждой своей игре оставляет какой-либо левел где мы должны сидеть с турелью ну собственно это он и будет чем садимся в лодку и едем до баржи и нужно сопроводить до этой же пристань единственное что хочется сказать про эту миссию это то что она очень муторная в том плане что если враги нанесут определенный домах по нашей лодке то нам придется ее чинить а это таймлуз кстати довольно интересно расстояние прогрузки окон на барже вот этот чел у нас генерируется рандомно так же как все наши компаньоны так что не факт что вы если будете спидранить встретите да даже если казуально пойдете встретите этого же чего в общем как только мы поговорили нас баржа отправляется в поход чё хочется сказать в общем вон там вот у нас всегда спавнится один гранатометчик его нужно обязательно завалить на этих болванов вообще типа кофе чем гранатометчика я да и вон там спавнится минометчик еще его тоже нужно завалить пока он тут делов не набил чем вдох вроде да вот этих лодки будут спавнится у нас постоянно пока баржа не доедет до пристани их конечно можно не валить но в какой-то момент есть шанс что они просто даже со своих пулеметчиков могут сдамажить баржу кстати если она сломается нам нужно идти вот сюда и чинить двигатель также здесь можно подобрать вот это гранатомет у него вроде как управляемые боеприпасы да по лазерному по лазерному соленами целеуказателя но теперь я им обычно не пользуюсь достаточно автоматиками так чаще хочется добавить единственное стоит подарок подождать пока баржа доедет прям прямо прямо вот 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 досюда потому что если мы уйдем из выпрыгнем с нее раньше триггер не сработает баржа ломается и кроме того что она застарянет буквально в пяти сантиметрах от причала так еще и нам ее чинить придется в общем едем в город там нам еще по лору вроде как нужно поговорить с доктором что-то по поводу малярии вроде очень ладно в набор же мы перевозили партию оружия и собственно говоря сейчас как только мы поговорим с поговорим с этим доктором либо не поговорим потому что кто будет слушать в общем начнется вроде как перестрелка в этой области за за стволы и она вон уже получилась очень нам позвонить этот чел что управлял баржи и скажет куда нам нужно пойти типа он решил еще затопить затопить все это оружие чтобы она не досталась в общем никому но мы и так знаем куда он поедет поэтому сразу двигаемся на автобусную остановку и телепортируемся на вот этот правый нижний угол скажем так 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 садимся в машину кстати, дальше я наделал сейвов так что мы, наверное будем все остальное скипать в общем, едем до того места, где у нас появился теперь маркер сюда мы будем ездить несколько раз небольшой, скажем так, скипчик состоит в том, что мы можем просто на машине взять и свалиться вниз это намного быстрее, если бы мы объезжали там в общем, тут нужно зачистить всех противников тут у нас и Апер, и ее фэллоу нашли эту баржу в общем, от них нужно избавиться а, чел чел, не стукай тут противников много они любят разбегаться так что не всегда может повезти так вот заходим, говорим а, так тут сейчас хе-хе, привет в общем, что сейчас может произойти а, я не дослушал в общем, тут у нас вторая закупка заран может произойти я ее обычно теперь скипу потому что она, ну типа допустим в рекорд плейбеки она вообще ничего не дает собственно сейчас расскажу что мы здесь можем купить здесь у нас магазин с оружием заходим садимся на мировом рекорде локдок покупает у нас вот этот гранейт лаунчер и здесь по-моему так-так-так-так так асселл трек баги фишн бот вот это вот это и кар это у нас репейр апгрейд он у нас ускоряет починку тачек это нам в обычном анипроценте помогает прям нормально но я последний раз по-моему последнем забеге это не покупал так что можно без этого обойтись так же тут можно всякие апгрейды купить там увеличение количество гранат там еще что-то на чем я здесь одно время еще покупал макарова с глушителем это нам в некоторых эмиссиях может помочь чтобы враги не сразу дальше заметили в общем из-за чего локдок покупает этот гранат лаунчер так а собственно из-за того что а да забыл он у нас на втором слоте гранат лаунчер тут в общем у нас баллистика присутствует также на этом гранат лаунчере то есть у нас гранат летит по траектории такой то есть в какие-то моменты опять локдок становится пиксельхантингом я этим заниматься не стал то есть я обхожусь без вот этого всего но я свою альтернативу вам покажу так в общем что мы делаем после того как закупились или не закупились сразу бежим на вот эту лодку и едем до автобусной остановки тут в правом нижнем углу она находится потом едем мы так 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 значит едем в город и берем миссию у репер я наверно сразу тпшность потому что там очень долго ехать так 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 в общем сейчас будет у нас второй муртаршот для него есть несколько мест основная идея в чем состоит ну сперва откуда мы доехали в общем после того как мы закупились мы тпшнулись на автобусную остановку посередине в городе и из города мы взяли миссию опер и доехали вот до вот этого места в чем состоит суть вот там находится машина грузовик хоть он дымит у нас красным черным дымом но даже если под него кинуть несколько гранат он не взорвется поэтому поэтому для его взрыва у нас по старым стратам используется миномет локдог использует гранат лаунчер у него он становится так по моему под вон то дерево опять используют пиксель хантинг какой-то свой неведомый и стреляет из гранат лаунчера взрывает этот грузовик я в общем раньше использовал можно в принципе до грузовика достать отсюда для этого мы должны ориентироваться по примерно вот этой риске то есть 1 2 сейчас посчитаю а нет между 6 6 между 6 и 7 риской но более удобно чтобы не не забираться наверх короче можно дойти до вот этого места присесть примерно ориентируемся по тому месту где у нас стоит этот грузовик достаем миномет я не знаю в общем и так вроде вот этот сетап между 8 и 9 риской и чуть-чуть стараемся взять немного правее стреляем боевым боеприпасом и миссия завершена садимся в машину едем опять в город так сэйф я по-моему 21 47 нет я сделал сэйф в общем приехал в город берем теперь миссию у юфлл следующая миссия 45 последующей миссии нам нужно взорвать святилище где-то принимал племени тумба-юмба но я их так называю в общем по логике нам нужно было пойти на автобусную остановку тп в крайний левый угол но быстрее всего будет в общем выходим из города с левой стороны да хорош звонить и садимся в лодку садимся в лодку садимся значит в лодку и едем плывем по реке до нашей миссии кстати из-за чего я так рассказываю про пиксель хантинг типа локдока дело в том что у меня есть подозрение что он так же зависит от разрешения монитора то есть каким-то образом меняется либо местоположение болванчиков которых нам нужно убить ну либо уничтожить какие-то предметы либо у нас меняется баллистика потому что потому что все попытки воспроизвести все сетапы локдока у меня просто не выходит так что ну возможно у вас это получится если захотите в общем что нам нужно сделать там у нас в пещере находится светилище его нужно взорвать можно взорвать с помощью привет алекс ну типа нет ладно короче в общем локдока сетап в общем каков доходим до вот этого камешка прыгаем на него кстати стамина у нас не к черту поэтому задыхаемся мы после двух прыжков остановимся примерно так целимся из гранатомета ну вот так примерно стреляем и у нас светилище разрушается но дело в том что ну в общем сейчас я добегу до этого светилища чтобы вам показать в чем причина удалось последствия убить чем я использую старые страдки мы просто казуально бежим наверх тут кстати еще минометчик рядом так что будьте готовы что вас будут бомбить собственно вот оно светилище оно расположено у нас довольно в неудобном месте допустим из миномета по нему попасть довольно сложно допустим я пытался я пытался 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 короче найти какие-то сетапы под миномет но у меня это не получилось может позже попробую посидеть попытаться в общем что мы делаем бросаем гранату светилище уничтожено собственно все сейчас мы текаем назад но до того как до того как отправиться на следующую миссию нам нужно спасти еще одного нашего напарника напарника я сказал стрельба кстати ощущается в фаркрай втором намного более наверное ущербно я бы сказал чем в остальных фаркраях ну у нас типа второй фаркрай это больше под реализм конечно такое себе чем садимся в машину и просто стараемся выжить у нас стреляют из миномет кстати насчет рекординг плейбэка здесь гранатометчик стоит он по нам может выстрелить ага сейчас немного пронесло ну ладно в общем когда мы используем рекординг плейбэк в то время как у нас скорость игры ускоряется в несколько раз мы не успеваем среагировать на некоторые вещи противники себя очень хорошо чувствуют то есть у них искусственный интеллект просчитывает все так же и в общем выживать против противников становится довольно более сложно становимся сюда я обычно блокирую вот эту машину потому что здесь у нас обычно поднимется сейчас тревога после освобождения нашего компаньона мы садимся в баги уезжаем за нами обычно высылается погоня но так как я заблокировал машину она не всегда у нас вообще нас догоняет выходим так 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 в общем садимся в баги тут главное не врезаться кстати если кто не знал фара отключить мы можем на кнопку G в игре у нас ага они задамажили просто отлично в общем в игре у нас неписи у них угол обзора с временем суток меняется ночью они видят хуже но я этим особо не пользуюсь то есть локдок там специально подбирает время суток но я только потеря времени мне кажется в общем садимся в лодку едем до города берем следующую миссию на следующую миссию мы опять выходим берем у юфлл уфлл там нам нужно убить одного человека в офисе на нее мы можем попасть также взяв лодку выйдя из здания из контора юфлл повернуть налево и взяв лодку доехать по доплыть по руслу реки так ладно я уже заговариваюсь так вот она в общем какие подводные камни здесь могут быть во первых нам нужно сохранить лодку она нам нужна для того чтобы доплыть назад то есть ее нужно нам вот здесь вот развернуть поставить примерно таким образом то есть вот до сюда мы доплыли из центрального города в общем нам нужно убить человека в офисе во всех раутах что делают обычно кидают гранату но дело в том что вот здесь есть стол если вы кинете гранату под стол весь домах от этой гранаты просто улетит в никуда так что легче всего просто сделать вот так возвращаемся к лодке и доплываем до нашей следующей миссии опять берем ее у ю фл так 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 здесь довольно интересно дело обстоит в том что я сейчас загружу сейв прям сразу на эту миссию здесь много способов прохождения ее так бегу назад в общем что нам нужно сделать из центрального города доехать доехать до вот этого маркера по дороге либо можно сократить через аэропорт но я так обычно и делаю но там можно застрять так что это на ваш страх и риск аэропорт сидит у нас человек которого нам нужно убить но в общем коллизия там работает довольно странно и при определенном везении можно задамажить его через стену в общем что делает логдог он становится у нас вот в эту позицию цельца опять по но ему ведомому пикселю по моему как то так вот я тренил но я уже так вроде я тренил но уже давно забыл в общем стреляем с гранат лаунчера цель убита макердон человек который делает ну в общем находится на третьем месте по моему едет по низу и с помощью рпг стреляет по так я что-то забылся стреляет в окно баржа так мы тоже убиваем того человека я же решил о чем что сделать чтобы не ехать вниз чтобы не тратить время потом поднимаясь наверх в общем я еду по маршруту макердона но забегаю по мосту до получается примерно вот этого места под нами находится нужная нам баржа то есть это второе получается такое углубление и после третьего вот этой опоры и просто кидаю гранаты таким образом мы убиваем цель все естественно можно тут попытаться клип в общем пока я искал сетапчик для себя я тут нашел здесь можно клипнуться сквозь мост гранату кинуть прям точно точно в цель но выбраться назад будет довольно проблематично кстати если не сделать ограничение до 59 фпс то у нас здесь будет стоять невидимая стена и граната будет лететь немного в общем криво в правую сторону так в общем движемся назад следующая миссия у нас чуть-чуть чуть-чуть так а вот следующую миссию мы берем у APR там еще один марта шот мы будем делать но 2204 вот он кстати в общем берем миссию телепортируемся на нижнюю левую автобусную остановку вот сюда вот берем баги и едем до нужного нам места у макердона там по-моему в рауте вообще другая миссия потому что он идет по другому маршруту в маршруте в air holder делаем все те же действия то есть я бегаю по тому же в общем по тому же порядку миссий что и лукдок но некоторые в общем стратегии за неумением воспроизводить чужие сетапы скажем так я делаю свои какие-то в общем доезжаем до вот этого места здесь останавливаемся оставляем баги нам дальше понадобится чтобы назад приехать лукдок становиться опять же примерно в это место делается этап там у нас находится генератор который нам нужно уничтожить опять с помощью гранат лаунчера он стреляет по пикселю генератор взрывается все рады но еще у меня сетап немного другой мы добегаем до этого места здесь целимся до в общем что это забор получается деревянный в общем целимся по нему по крайней левой вот этой пимпочка наверное как назвать в общем целимся по этой штуке доставим миномет стреляем по боевой опять же боеприпасами по цели все миссия завершена целимся мы опять по самой максимально дальние риски здесь даже думать не надо она у нас открывается сразу ставим миномет следующая миссия у нас опять уфл а нет нет опять уапи у нас опять действует бэк трек бэк трек мы берем миссию телепортируем опять на эту же остановку но едем немного в другое место так так здесь по миссии нам то есть то есть мы просто взяли тп шнулись на то же место в чем был смысл ехать а не позвонить по телефону я не понимаю но в общем тут нам миссия состоит из двух скажем так действий первое действие нам нужно подобрать динамит второе действие разместить динамит и уехать из точки взрыва динамит у нас можно взять на демаркер у нас если поедем сейчас наверх там у нас вон пуск противников там выжить довольно сложно поэтому стараемся поехать по низу но они наверняка заметят а нет обязательно врезаемся в каждое дерево без этого вообще никак в общем доезжаем до сюда тут я бы сохранился что собственно и сделаем противников здесь много поэтому убить нас очень легко могут в общем забираем динамит и просто бежим назад они еще и заблочили очень интересно вот о чем я и говорил здесь могут довольно легко убить при этом у меня кстати пистолет заклинил избавиться от клина можно просто начав спамить кнопку призарядки но это опять же тратится какое-то время на это чушь вы встали все на лекции на лестнице таких мест кстати довольно многовато в том плане что урон по тебе входит намного больше чем ты ожидаешь ну да ладно кстати вот этот персонаж что сейчас слева был как раз валит меня только что наверное если опять сейчас убьют его надо избавиться от него не заряж я типа пистолет с глушителем покупал динамит берем динамит кстати на машине довольно легко перевернуться так что поначалу у вас если решите ранить игру 90% ранов будет состоять из переворачивания машины ремонта ее же тут кстати мы можем вернее даже не можем а нужно в общем проехать вниз здесь довольно много деревьев так что довольно сложно попасть проскользнуть сразу куда нам надо в общем тут скип один нашел лоб дом как раз связанный с расположением динамита нам нужно взорвать насосную станцию воду качают вроде сделать мы это сможем довольно интересным способом вместо того чтобы объезжать кучу времени подниматься еще мы можем пропрыгав по этому ветвлению назвать собственно вот это место где нам нужно положить бомбу ставим ее отходим она взрывается все это намного быстрее если бы мы просто объезжали и пытались ее поставить казуально скажем так так следующая у нас миссия последняя миссия у нас опять это и пиар последняя миссия во втором акте дальше у нас финишная прямая будет уже наконец я здесь уже два часа говорю в общем что нам нужно сделать нам говорят что типа вот мы решили взять перемирие чтобы типа мы убили многих бойцов ну как мы типа вообще казуально допустим игрок бы всех там их вырезал ну да ладно в общем берем в этом маршруте миссию нам нужно доставить письмо о предложении типа перемирия указать на базу юфл берем миссию плывем на лодке нет лодка довольно медленная но это быстрее если мы просто будем ехать на машине либо тпшнем сев тут крайне правый крайний угол тут кстати вон лодка плавает на ней гранатометчик так что есть шанс что нашу лодку немного подорвут ну ладно на этот раз повезло в общем заставим картину что здесь уже кто-то повеселился убили кстати в общем убили кстати того кому мы должны были письмо доставить заходим активируем катсцену можем с помощью рекординг плейбэк ее ускорить переходим в третий акт последний кстати это у нас шакал которого мы должны были убить он у нас вроде как болеет раком вроде так что он все равно умрет кстати за доставку этого сообщения нам заплатить сказали что заплатят вот этим кейсом с даймондами но как оказалось это вообще типа кейс шакала типа ну и он нас бьет по лицу мы очухиваемся в тюряге ждем тут опять катсцену тут в общем один из наших компаньонов поковыривает стену типа двигаемся по сюжету там оставляет в общем оставляет нам наши таблетки оставляет мачете кстати за весь ран можно вообще ни разу не принять эти таблетки потому что они действуют по моему на глобальных таймерах глобальный таймер на рекординг плейбеки он вообще никакой нету его то есть вообще в общем проходим спустя ну забираем таблетки здесь никого убивать не надо достаточно просто взять оружие и телепортироваться вернее не телепортироваться сначала в общем сесть в машину есть машину и едем в крайний правый нижний угол на автобусную остановку так будет быстрее если мы будем ездить если мы будем ехать до другой какой-либо остановки потому что нам нужно тп шутся ну вот давайте сейчас покажу чем сейчас как мы выйдем отсюда нам позвонят скажут мол так так вот тебя там подставила типа там что-то такое в общем грязня опять приезжай к нам на базу юфл еще так в общем звонят и теперь нам нужно отправиться в крайний правый вот зону то есть раньше там была фракция и пиар теперь туда там город подмяли юфл вроде нам нужно теперь туда так 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 сейф 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 ехать долго поэтому я сейчас немного время скипну если получится так вот этот вроде третий акт он по ощущениям кстати самый маленький по количеству миссий примерно как этот туториал типа в общем тпшемся и ну вот сейчас как раз я поеду по ущелью которое я скипнул в прошлый раз просто показать что можно как ехать там садим садимся в машину и едем сразу налево в данном в данном случае в прошлый раз мы поехали оттуда доезжаем до вот этого озера оазиса сбиваем обязательно оленя проезжаем проезжаем по тропинке и оказываемся ко мне много стук застревать поначалу очень легко будет проезжаем до города и едем до маркера выходим тут мол нам сейчас говорят что так 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 у нас у юфл убили одного из главных лиц типа раз такое дело убей-ка ты лидера апр там боссу берем миссию тут легче всего будет короче выходим налево тут тут у нас пристань и мы берем лодку и едем до по реке до в общем примерно сразу до маркера сейчас я сразу загружусь так 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 вот это вот общем приехали на лодке да вот этого примерно место оставляем здесь лодку она нам больше не понадобится здесь нам нужно здесь опять знаменитый рандом скажем так юбисофт фаркраев здесь машина может заспавниться вот сейчас сейчас либо может не заспавниться противник обязательно попытается вас задавить в любом случае если машина здесь не заспавнилась то остается нам только пешочком идти обязательно еще ремонт нужен автомеханик 2 я бы назвал друг о чем едем до маркера и пойдем тут у нас очень деревня там нас тамбос находится так он как у нас осталась машина паркуемые здесь заходим тут можно с каждым переговорить что-то сделать но короче убиваем зачем слушать тех кого легче быстрее убить садимся машину и едем до уже иного магазина здесь будет обязательно 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 закупка которую вообще никому не скиднуть оружейный магазин у нас быстрее всего есть очень находится по прямой куда мне сейчас стрелку указывает кстати она еще и приступная если вы машину так и машин не заспавнил здесь она всегда спавнится здесь она консистент находиться а ну и противник тоже так ну не знаю чё машина ладно все убирать не буду так добегу с рекординг плавит бэк это примерно столько же времени будет занимать сколько я вас на машине буду ехать чем доехали до магазина здесь обязательно тоже консистент еще одна машина стоит то есть если что-то случилось можем прийти сюда взять эту чё нам нужно тут купить обязательно покупаем мгл 140 гранат лаунчер и миномет все это нам понадобится для следующих скипов в общем парочки и не главное не забыть взять все богатство ну и патронов естественно тоже так едем в город сейчас будет второй раз когда мы используем клип сквозь стену за весь раут потому что только в этих двух местах по этим миссиям нпс и спавнится даже если мы будем клипаться сквозь стену не знаю как это работает почему типа но так здесь миссию нам надо взять ее флл но естественно потому что там лидера одного из лидера и пиара мы убили только что с нами они разговаривать не будут клипаемся сквозь стену идем наверх тут уже третий акт это у нас зачистка типа уже оставшиеся разборки уже внутри группировки которую мы выбрали потом зачистка оставшиеся враждующие группировки ну короче финальный аккорд скажем так ждем пока он говорит назад клипаемся точно так же так как у нас остается в руках миномет на ну естественно поговорить клипаемся едем так чё у нас в общем едем до автобусной остановки ты пышемся на краю в общем крайне нижний нижний автобус на остановку у меня сейф есть я его просто сразу загружу там берем опять же баги и едем примерно до того же места примерно так же едем как и когда мы забирали динамит вернее так если ехать по маршруту логдока маршруте логдока он становится в общем там вот слева находится беседка он становится примерно в общем становимся где-то 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 вот здесь потом значит там нам нужно убить двоих в общем у нас две цели их нужно обоих убить становимся но как-то еще бы вспомнить я тренил всего раз понял что это полное фуфло короче становимся как-то так здесь по-моему выбираем какой-то сетапчик по листочку тут реально в пиксель нужно попасть стреляем убиваем двоих ну в общем две цели сразу миссия засчитана но это я за несколько за три десятка под попыток у меня получилось всего несколько раз да и то по рандому я пользуюсь более стабильным по стабильной стратегии и старой довольно мы заезжаем с другого конца получается в общем заезжаем с другой стороны вот с этой движим до вот этого столба с просто стреляем из граната ленша под крышу от этого здания убиваем сразу обоих обе наши цели миссия нам опять звонит рубин хочет встретиться встретиться нам нужно на ночью в баре вон том добраться до него можем чем едем до назад до автобусной остановки на которую мы приехали телепортируемся в крайне правый нижний угол и едем до бара у меня есть сейф его опять загружу так 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 это по моему последний сейф который у меня нет еще не последний на общем сейчас уже просто финишная прямая осталось всего несколько миссии и финальная часть которую просто как забегом назвать в общем доезжаем точно так же как в прошлый раз на машине сюда здесь у нас вон баржа теперь она затоплена мы тут защищали ее если помните на машине сваливаемся точно так же вниз но в этот раз нам нужно попасть внутрь это мы можем сделать липнувшись сквозь стену все теперь слушаем обе ночи он скажет там типа за ним охотиться там его записи журналистки нужны кому-то в общем он еще нам нужно избавиться от тех кто за ним охотиться при этом он хочет убежать из страны по на самолете поэтому он может нам скинуть информацию где находится шакал в сюжете если хотите разбираться можете либо по видосам я знаю только green paper он делал по разбор сюжета в роли ну либо википедия но я бы не советовал в общем ждем здесь пока нам скажут кого что убить обязательно здесь ждем сейчас говорит ждем триггер стоим несколько секунд потому что он может не прогрузиться выходим садимся на лодку доезжаем до автобусной остановки и переезжая на крайнюю правую остановку и едем до сейчас покажу место сейчас будет самый сложный вообще выстрел наверное за весь спидран его сетап довольно сложный но у меня последнее время он стабильно получается но я первое время прям тупил в общем что у нас есть засправнились мы на той автобусной остановке там взяли мы машину вот он доезжаем до вот этого места здесь у нас указатель и кустик также у нас но сэйф кэмп есть там кстати два противника и стоит джип если с машиной что-то случилось можно джип взять теперь чё нужно во первых проверяем обязательно что у нас горит вот этот красный маркер это показывает что у нас все триггера сработали как надо и у нас заспавнились двое ночью цели которые нужно убить теперь сетап во первых ну ну нам нужен гранат лаунчер естественно и мы должны стать примерно около вот этого куста целимся смотрим чтобы у нас вот это вот гора начала отрисовываться чтобы дальность прорисовки была достаточной для просчитывания взрыва вот гранат лаунчера скажем так потом крайне нижней риской прицела но полосочкой вот этой самой маленькой стараемся выцелить примерно кончик буквы с либо ну да получается кончику буквы с либо между е и с вот так вот как нибудь положить и чтобы предпоследняя риска находилась на верху вот этой вот верху указателя и нам нужно примерно сделать так чтобы вот этот рисовавшийся скала находилась между второй и третьей полоской получается второй и третий и при этом она была в общем находилась справа сейчас наверно не получится она получилась в общем стреляем там мы убиваем сразу две цели таким образом сейчас повторить есть шанс что вместо того что чтобы убить сразу две цели вы убьете одну это можно понять если вместо вместо красного указателя одного загорится красный указатель и синий указывающий что у нас это дополнительная миссия доступна но если все сделать правильно то ничего нам не нужно и нам нужно сразу будет ехать до рубина так сейчас так 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 сейчас едем до так как я больше не делал просто сейчас пробежимся до конца название трубин говорит что все так не может у него типа жена дети семья он хочет убежать из страны наверное в ростов хочет убежать ну ладно в общем и мы должны с ним встретиться в аэропорту для этого нам нужно телепортироваться в город сесть в машину и ехать в аэропорт это у нас уже финал дальше нам нужно последняя миссия только будет дойти до определенного места и финальная часть кстати спидран у меня с объяснениями с рекординг плейбэком кстати почти за такое же время что я просто я не пацан делал получается неплохо что садимся в машину нам нужно доехать до аэропорта здесь мы можем ездить просто по рельсам здесь кстати можно сократить через поля но допустим в рекординг плейбэк будет больше таймлуза потому что там много деревьев которые можно застрять так стоп здесь мы ездим два раза через аэропорт во первых здесь кстати миномет так что нас могут задамажить клипаемся сквозь стенку слушаем рубина а волхак противника волхак отлично не враги очень умные то есть он стреляет примерно туда а домах проходит все равно ладно слушаем рубина он нам сообщает там координаты шакала это все скипнуть можно с помощью коксей в коклот по реал тайму мы будем дольше ждать с моими загрузками все он нам сообщил адрес где находится шакал он у нас сейчас в той тюрьме откуда мы бежали переходя в третий акт попасть в эту тюрьму быстрее всего если во первых добраться до лодки она находится вот здесь вот хорош и добраться по реке до сначала до здания где мы переходили в общем где у нас была катсцена между так я помню туда плыв нормально в общем катсцена между вторым и третьим актом там мы возьмем тачку и уже поедем сразу до тюрьме я обычно справа оплываю вот этот остров но типа сейчас что-то решил немного сменить маршрут а так 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 что тут у нас нам нужно на вот сюда уходим делаем сейв противников много здесь также здесь миномет есть так что убивать нас будут много можно кинуть гранату чтобы враги отвлеклись отвлеклись и уезжаем 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 в закат так еще бы вспомнить куда здесь ехать ага ага еще и миномет отлично так а тачку че вот противники решили меня транспорт отлично ладно короче здесь мы едем в моем случае бежим по дороге наверх здесь две машины есть есть еще можно забрать отжать и сказал первое там дальше вторая но мы скипнем так я назад поехал еще едем наверх тут сейчас встретимся наконец шакалом он объяснит свою точку зрения что он типа поставка оружие очищает все эти типа гражданская война это как болезнь типа и нужно все больные клетки очистить оружием типа убить всех ну и все такое в общем здесь мы можем просто кликнуться сквозь двери и пробежать шакалом здесь скипаем весь его монолог с помощью коксеев куклот также мы в процессе игры ну наш главный герой если читать дневники понимает что он уже не выберется из этой стороны малярия окончательно убивает поэтому он все таки решил помочь шакалу и у нас есть в общем есть две концовки ждем пока еще раз скипаем диалог пока он проговорит здесь еще можно подобрать лечилки всякие ну и мы двигаемся все к финальной части игры то есть дальше финал а так на всех случаях сейф но я бегу с рекординг плейбэком это не так немедленно будет но так это минут 10-15 занимает это бежим просто по коридору единственное что стоит сказать что я обычно к своему ну по моему маршруту к этому моменту прибегаю сюда уже в темноте то есть противники обычно более лояль что то они не очень лояльны в этот раз ну ладно чем лечимся бежим блин я короче что то с рекординг плейбэком сейчас походу всех противников соберу на себя в общем бежим тут кстати по мувменту у нас герой очень задохлый я что-то начали этого не сказал но в обычном они проценте мы чтоб стамина регенерировалась быстрее в общем бежим один цикл анимации скажем так опускание поднимание оружия наверное так скажем а отпускаем и это короче быстрее если мы будем просто зажимать бежать расходовать стамину и тут нужно вообще обычно прыгаем вниз при этом тут стоит тест триггер мы его даже если с полным хп заденем мы сдохнем но еще с таблетки да естественно но короче есть одна маленькая хитрость сейчас хп снижу сейчас если получится не получилось в общем мы задоджим full damage если у нас хп будет неполное так сейчас ага нет окей сейчас вроде сейв проскочил там нет нет окей а сейчас довольно рандомный скажем так скит full damage во отлично получилось тут вообще показано что типа не обязательно поднимать кейс деньгами с даймондами но для спидграна мы это нам нужно сделать так как это будет более быстрее если мы сразу пойдем на маркер скажем так так тут у нас направо подхватываем кейс у нас оказывается что вот этот кто-то типа предал нас он вроде один из наших компаньонов то я его мы его ни разу не видели за спидран в кавычках то что вообще кто это что это в общем добегаем нам шакал говорит типа убей либо одного лидера либо обоих оставшихся выбор и фл лог становится примерно здесь опять выбирает пиксельный сетап там короче доставят гранатомет причем не вот этот а ну что он покупает у себя в рауте но я чуть-чуть пробегаю вперед и в общем наши лидеры йоффл и айпр собрались в домике домик у нас такой особенный крышей скажем так сейчас покажу как-нибудь блин отсюда не видно в общем вот крыша такая мы просто берем стреляем наверх все они умерли и бежим в конец у нас в конце есть два стула либо в общем шакал нам предлагает либо обвалить проход либо короче отнести кейс даймондепи пограничников чтобы они пропустили гражданских которые бегут из страны я кстати казуально ни разу этот кейс не относил так что не знаю что там но в общем нам быстрее всего будет выбрать динамит тут небольшая хитрость с помощью миномета мы клипаемся сквозь двери триггер на начало разговора шакала у нас находится на открытии двери мы выходим из двери он опять начинает говорить клипаемся назад отдаем ему кейс сейчас ждем пока он поговорит тут говорить он долго будет скипнуть это с помощью у кого нельзя и в общем ждем так как и шакалы наш герой понимает что из-за малярии не он не мы не жильцы то в принципе шакалу пофиг вообще кто именно понесет бомбу и кейс так что выбор на нас он оставляет короче убираем бомбу тут мы берем миномет вообще наш шакал не выпустят через двери пока не договорить свой монолог но мы можем просто клипнуться сквозь стену и бежим короче к финалу и опять сохранюсь на всякий да блин тут кстати можно гранатами покидаться на мне эльди него начнем добегаем активируем немного ускорить может с помощью рекординг плейбэка все и у нас таймер начинается как только первый кадр вот сейчас вот только первый кадр у нас к цена собственно это был у нас ван ван по фар край второму игра хоть старая но уже тогда юбисофт у них был знак качества в том смысле что гличей мало спидраны долгие но это конечно фар край 6 касается это у нас надеюсь если я смогу выучить когда-нибудь фаркай 6 мы еще коснемся на ван ване я надеюсь у меня руки дойдут для него ну не весь спидран конечно ну ладно в общем отвлекились от темы немного фаркрай 2 ну что собственно еще сказать то а ничего заходите к нам в дискорд канал фаркрай комьюнити бегайте фаркрай 2 если у вас не пугает сложность в количестве заучимовых маршрутов скажем так ну вернее поездок на машине то с легкостью третье второе место ваш потому что хоть я и ну погриндил нормально взял третье второе место но у меня еще есть куда улучшаться то есть все в ваших руках такс 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 ну чё даже не знаю что еще добавить спасибо что были спасибо что смотрели так я оффаю наверное спасибо всем спасибо всем пока